Здравствуйте! С вами программа «Неделя города» и Марина Романюк, ее ведущая. Смотрите в выпуске. Город готов. Виталий Артемов проверил, насколько Рязань убрана к праздникам. На столичном уровне. В Рязани проводят высокотехнологичные операции на сердце. Наука побеждать. В Горьковке в пятый раз стартовал межрегиональный молодежный патриотический форум. Модернизация ЖКХ и благоустройство мемориалов. А выполнение поручений губернатора. Виталий Артемов и руководители структурных подразделений проверили, как убран город к майским праздникам. Особое внимание уделили благоустройству парка железнодорожников и монумента победы. Парк железнодорожников и монумент победы благоустроят. Виталий Артемов провел объезд городских территорий и поручил уделить памятным местам особое внимание. Сейчас город убирают после схода снега и готовят территории к майским праздникам. Участники объезда проверили ход работ. Заняться благоустройством городских территорий руководителем структурных подразделений поручил губернатор Рязанской области Павел Малков на заседании правительства 2 апреля. Месяц у нас до майских праздников. 1 мая, день победы. Пасха в этом году, 5 мая. Коллеги, я прошу самое пристальное внимание уделить всем памятным местам. Мемориалы, памятники участникам Великой Отечественной, воинские захоронения, кладбища муниципальные. Вот все такие места нужно привести в порядок, нужно благоустроить, отремонтировать, если что-то требуется. Маршрут объезда проходил по улицам Горького, Краснорядской, Первомайскому проспекту, Дзержинского, Завражного, Высоковольтной, Островского, Стройкова, Гагарина, Первой железнодорожной, Татарской, Пролетарской, Маяковского и Введенской. Глава города Виталий Артемов поручил организовать работы по уборке Рязани не только в центре, но и в районах. И лавки, они здесь не красили, наверное, с 13-го года. Вот, вы видите, надо, надо, ну, берите, делайте. Общегородской субботник проведут и в сквере 50-летие октября возле Рязанского дворца молодежи. Напомним, весенний месячник начали с 4 апреля. Кристина Бочкарева, телекомпания «Город». Губернатор Рязанской области Павел Малков заявил, что в регионе подготовлен комплексный план по модернизации коммунальной инфраструктуры до 2030 года. Информация была опубликована в телеграм-канале губернатора, а работы по другим поручениям уже идут. Задача – подготовить долгосрочный план развития коммунальной инфраструктуры, при том для каждого муниципального образования. Такую задачу губернатор Рязанской области Павел Малков озвучил на совещании с профильным министром. Сейчас порядка 2400 объектов, которые нужно привести в порядок. Губернатор напомнил, что зимой много жалоб поступало на холод в некоторых детских садах и школах. Тогда Павел Малков поручал провести аудит утечек тепла. Результаты аудита будут использованы при подготовке учреждений к учебному году и при планировании капремонта. В муниципалитетах региона проводятся работы по благоустройству воинских мемориалов и памятников по поручению Павла Малкова. В работе принимают участие сотрудники местных предприятий и организаций, представители общественных объединений, студенты и школьники. Они проводят работы по покраске стел и обелисков, зачистке и полировке мраморных плит, ремонту ограждений, приведению в порядок прилегающей территории. Ремонт на восстановительные работы ряда памятных объектов в течение нескольких лет осуществляется совместно с Минобороны России в рамках федеральной целевой программы создания и восстановления военно-мемориальных объектов в 19-24 годах. На ее реализацию с 2020 по 2023 годы было направлено 14 миллионов рублей, из них 12,5 средства федерального бюджета. Было восстановлено 21 воинское захоронение, установлено 5 мемориальных знаков. В этом году объем составит больше 3,7 миллиона рублей, в том числе 3,1 миллиона из федерального бюджета. Планируется восстановление четырех воинских захоронений в Михайловском, Рязанском, Сасовском районах, а также в городе Рязани. Плюс установка двух мемориальных знаков в Шацком районе и городе Рязани. Кроме того, существенной поддержкой в ремонте и установке памятников Великой Отечественной войны для муниципалитетов является участие в региональной программе поддержки местных инициатив. Благодаря этому с 2020 года реализовано больше 70 проектов по благоустройству мемориалов, обелисков, воинских захоронений и других памятных мест, посвященных защитникам Отечества. Сотрудники госавтоинспекции продолжают рейды по тонировке. Результаты очередного рейда в следующем сюжете. Продолжение следует... И если показатель меньше 70%, то пленку придется сорвать самому. Конечно, это скорее из категории вредных советов, потому что за это обычно грозит штраф. Законодательством Российской Федерации за данное нарушение предусмотрена административная ответственность по части 3.1 ст. 12.5 Кодекса об административных правонарушениях, штраф которой составляет 500 рублей. За невыполнение законных требований сотрудника полиции, согласно части 1 ст. 19.3 КОАП, законодательством также предусмотрено наказание вплоть до административного ареста сроком до 15 суток, либо административный штраф в размере от 2 до 4 тысяч рублей. Арест это для, так сказать, рецидивистов, тех, кого штрафы уже не пугают, они продолжают регулярно тонироваться. Мера, конечно, крайняя. В ходе проведения мероприятия к ответственности за нарушение светопропускаемости стекол автомобилей были привлечены более 100 водителям. Им назначено административное наказание. 108 за этот рейд еще столько же за прошлое, и нарушителей, в общем, хватает, говорят в госавтоинспекции. Загадкой для инспекторов остается вот что. Есть же рецидивисты. О последствиях тонировки авто они знают. Все равно придется растонироваться или на месте остановки, или в течение суток. Но повторный штраф таких может и отрезвить, считают в ведомстве. Межрегиональный молодежный патриотический форум «Наука побеждать» прошел в библиотеке имени Горького уже в пятый раз. Он продлился до 11 апреля. Ежегодный проект направлен на сохранение и приумножение знаний об исторических событиях у молодого поколения. В библиотеке имени Горького стартовал межрегиональный молодежно-патриотический форум «Наука побеждать». Проект уже стал традиционным. Мне хотелось бы напомнить, что уже пятый год наш замечательный форум носит гордое суворовское имя «Наука побеждать». Почему же эта замечательная суворовская формула, суворовская идея так ярко и сильно звучит именно на Рязанской земле? Потому что наша земля – это земля героев, еще начиная с Древней Руси. Это земля первых, кто прокладывал новые пути в науке, культуре, искусстве, военном деле. С приветственным словом к участникам форума также обратилась первый заместитель председателя правительства Анна Рослякова. Она подчеркнула, что за годы проведения мероприятия проект приобрел большое количество друзей по всей нашей стране. «Форум будет включать в себя большое количество разных мероприятий. Это и конференции, и круглые столы. Это большое количество проектной работы. Поэтому всем участникам я желаю успехов, приобрести новых друзей, научиться побеждать, чтить своих героев. И, конечно, всем нам победы». А еще на форуме подписали соглашение о сотрудничестве между Музеем Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, Рязанским историко-архитектурным музеем-заповедником и Рязанской областной универсальной научной библиотекой имени Горького. «Думаю, что смысл сегодняшнего форума – поделиться знаниями, опытом, информацией, который необходим новым поколениям для формирования собственного представления о добре и зле, о чести, долге, об отечестве и его героическом прошлом». Форум продлится до 11 апреля включительно. По словам организаторов, программа обещает быть насыщенной и интересной. Кристина Бочкарева, Михаил Лазуткин, телекомпания «Город». В Рязани развивается высокотехнологичная медицинская помощь. Все благодаря национальному проекту. Например, в регионе теперь проводят такие операции, как РЧА – хирургическое лечение нарушения ритма и сердечную ресинхронизирующую терапию. Раньше эти операции делали в столице и ездили туда до 300 рязанцев каждый год. «Допустим, нам надо с вами рассмотреть особенности анатомии, особенности прохождения сонной артерии. Вот здесь вот, видите, одно накладывается на другое, одни части изображения – другое. Некомфортно разглядывать, а мы с вами, допустим, хотим увидеть вот эту артерию. Мы сейчас с вами удалим все то, что нам мешает, и оставим, и оставим, собственно, саму артерию. Вот смотрите, как она видна теперь. Гораздо понятнее. Артерия резко изогнута, такого быть не должно». А рассмотреть все в таких подробностях стало возможным благодаря новому кардиотомографу. В рязанском кардиодиспансере он появился как раз перед ковидом, в конце 19-го. В рамках федерального проекта «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями». Его принципиальная особенность – он работает настолько быстро, что может остановить мгновение, остановить именно сердце. Наверняка вам же доводилось делать флюорографию, и вам говорили вдохнуть, не дышать. Потому что, чтобы снимок был четкий и качественный, нужно, чтобы мгновение остановилось. Мы можем скомандовать вам, любому пациенту, но сердцу скомандовать остановись не можем. И вот, чтобы это мгновение остановить, нужен супербыстрый томограф. И этот томограф так умеет. Благодаря новому томографу можно оценить анатомию сердца – то, что нужно для современных операций. Например, при протезировании клапанов и аорты, то есть те манипуляции, для которых нужно знать точный размер, чтобы поставить необходимый клапан. В каждом томографе раньше был один нож, потом два одновременно. Сейчас вот томограф умеет резать, упрощая, 128 лучами, лучевыми ножами. То есть это означает, что за один и тот же отрезок времени мы можем посмотреть не 2 мм протяженности тела, а 20 см. Раньше исследование, допустим, грудной клетки могло длиться 20 секунд. И для пациента, который с трудом дыхание задерживает, это все-таки тяжеловато. А сейчас за буквально 5 секунд производится сканирование такого же объема. Другой плюс – снижена доза радиации. То есть на этом кардиотомографе можно проводить профилактические исследования. Для нас он почему важен? Потому что с помощью него мы используем наши специфические методики. Это контрастирование сердечно-сосудистой системы. Так, допустим, чтобы поставить нам ортальный клапан эндоваскулярный, необходимо провести компьютерную томографию сердца с контрастированием, чтобы определить размеры отверстия, куда ставится сам клапан. Далее, с помощью компьютерного томографа, с помощью контрастирования мы выявляем точные показания для вмешательств при наличии бляшек на сонных артериях. По федеральному проекту первостепенная задача была обновление, так сказать, тяжелой техники – ангиографа и компьютерного томографа. Помимо этого, наращивание темпов хирургических и эндоваскулярных вмешательств. Постановка кардиостимуляторов – 450 в прошлом году и 480 в этом. Радиочастотная абляция – в том году 50, в этом уже 150. Это только часть от общего числа хирургических вмешательств. Так что в планах не просто результаты повторить, но и превзойти. 7 апреля отмечали Всероссийский день беременных. Потому напоминаем, какие меры соцподдержки могут получить беременные резанки и семьи с детьми. Притом на каждом этапе – от рождения ребенка до начала взрослой жизни. Начнем с такой важной вещи, как родовой сертификат. Благодаря нему будущая мама может выбрать медицинскую организацию для родов и для наблюдения во время и после беременности. В этом году таким сертификатом воспользовались почти полторы тысячи резанок. А за медицинскую помощь в период беременности и родов региональное отделение соцфонда перечислило в медучреждения региона больше 5,5 миллионов рублей. Независимо от дохода, рязанским семьям назначается единовременная выплата при рождении ребенка, которая составляет 24 604 рубля. Пособия могут оформить как работающие, так и неработающие родители. Работающим родителям выплачивается ежемесячное пособие по уходу за ребенком в возрасте до полутора лет. Размер пособия составляет 100% заработок за предшествующие два года. Работающим резанкам оплачивается пособие по беременности и родам. Это 100% среднего заработка. Выплачивается суммарно за весь период отпуска – 140 дней. Минимальный размер пособия в этом году – 88,5 тысяч рублей. Максимальный – 565,5 тысяч. Следующий в списке – маткапитал. На первого ребенка, рожденного или усыновленного с 2020-го, выплата составляет чуть больше 630 тысяч рублей. На второго капитал дополнительно увеличивается почти на 203 тысячи рублей. Это если округлить. Весомой мерой поддержки для беременных женщин и семей с детьми стало единое пособие, которое назначается женщинам, вставшим на учет в ранние сроки беременности, а также родителям детей в возрасте до 17 лет. Важным условием для назначения пособия является доход, который не должен превышать средний душевой минимум, установленный в регионе проживания. Пособие назначается с учетом комплексной оценки нуждаемости. При назначении пособия оцениваются доходы семьи, имущество, а также трудовая занятость родителей. Со всеми социальными выплатами и пособиями для будущих мам и семей с детьми можно ознакомиться как на сайте соцфонда, так и через контакт-центр. В Рязанском музее путешественников новая выставка. Приурочена она сразу к двум датам. Дню космонавтики и 90-летию со дня рождения Юрия Гагарина. В экспозиции представлены экспонаты из личной коллекции рязанских филателистов Владимира и Алексея Туарменских. С большим удовольствием открываем очередную у нас здесь филателистическую выставку. Всегда они предельно интересны, потому что уникальные совершенно предметы под названием марки выставляются. Более 140 марок и 30 почтовых блоков из 30 стран мира. Уникальность данной выставки в том, что эта коллекция охватывает период с 1961 года по 2022. Некоторые марки были выпущены не просто в год, но даже в месяц первого полета человека в космическое пространство. Редкие экземпляры для экспозиции предоставили известные рязанские филателисты Владимир и Алексей Туарменские. Это не только страны Восточного блока, которые, естественно, проявляли особое внимание к нашей космической программе, но также зарубежные страны, африканские, которых мы бы вообще не заподозрили в интересе к космонавтике, к Юрию Гагарину. Ну и есть даже одна марка непризнанного государства – это республика Кабинда, область в составе Анголы, которая имеет правительство в изгнании. В музейной витрине целая история освоения космического пространства, которую начал наш соотечественник. И именно поэтому мы должны помнить Юрия Гагарина, напоминают филателисты школьникам, пришедшим на открытие экспозиции. В данном случае важно то, какое наследие Гагарин оставил после себя в филателии. Поэтому марки упоминают и интеркосмос, как международную систему космических проектов, которая стала возможна благодаря тому, что Гагарин первый полетел в космос. Эти марки упоминают также и советскую космическую программу, и современную российскую космическую программу. Это все продолжение той истории освоения космоса, которая началась вот с этого полета в 61-м году. Каждая из марок – историческое свидетельство того, как в разных странах мира выказывали уважение первому космонавту. На большинстве экспонатов первопроходец изображен в профиль, на других космонавта нарисовали ванфас со своей знаменитой гагаринской улыбкой. Хотя есть и уникальные марки, рассказывают филателисты. Некоторые из них освещают элементы частной жизни, семейной жизни Гагарина, которые малоизвестны даже у нас в стране. Так, например, одно из африканских государств выпустило марку, на которой представлены семейные фотографии Гагарина с женой и с дочерьми. Те фотографии, которые изображают его в скафандре или со своей знаменитой гагаринской улыбкой, конечно, тоже есть. А еще на открытии рассказали интересные факты о Юрии Гагарине. Так, например, первой полученной его наградой после космического полета стала медаль за освоение целинных земель. 12 апреля 1961 года первый космонавт Юрий Гагарин приземлился на поле колхоза имени Шевченко в одной из деревень недалеко от города Энгельса. Удивленный председатель колхоза вручил ему награду в день приземления. Хотя положение о медали не предусматривало награждение тех, кто не работал на целине. Но ведь, с другой стороны, космос – это же тоже целина. Кристина Бочкарева, Михаил Лазуткин, телекомпания «Город». В Академии единоборств завершились всероссийские соревнования по боксу Кубок командующего ВДВ на призы Героя России генерал-полковника Шаманова. Соревнования собрали порядка 100 спортсменов из 23 регионов. Турнир посетили депутаты, чиновники, олимпийские чемпионы, заместитель начальника Рязанского высшего воздушно-десантного командного училища Кулешов Александр Вячеславович, герой России, подполковник Черемухин Роман Сергеевич и другие почетные гости. Джеб, следом хук. Если в первом раунде бойцы действовали осторожно, смотрели на что соперник способен, то во втором начался полноценный поединок. Боец в красном Андрей Потемкин, мастер спорта по боксу из Ульяновской области. В синем Хасан Самохеддинов, Московская область, тоже мастер спорта. Помимо квалификации бойцов на всероссийских соревнованиях объединяет войсковая принадлежность. Все они служат или обучаются в воздушно-десантных войсках. Он всегда был на виду. Я вспоминаю, даже когда курсантом я был, самые интересные соревнования были по боксу. Может быть, они не всегда были высоко подготовленные, но то, что они были зрелищные и массу эмоций среди курсантов. Но сегодня, уже десятый год, на более высоком уровне, с образованием клуба бокса ВДВ на Рязанской земле, этот вид спорта развивается. Есть и чемпионы страны. Всероссийские соревнования по боксу, кубок командующего ВДВ на призы Героя России, генерал-полковника Шаманова, проходит уже в десятый раз. В чемпионате участвуют 83 боксера от 19 до 40 лет из 22 регионов страны. Это и представители спортивных клубов России, а также всех соединений воздушно-десантных войск страны. Рязань представляет три команды десантников и боксеры спортивных клубов. Всего 24 человека. Я не первый раз здесь. Соревнования очень серьезные. Уже участвуют взрослые ребята. Тем более, я еще до этого сказал, если бы я сейчас боксировал, то я бы хотел выиграть кубок командующего ВДВ. Поэтому это очень хорошие соревнования. Сейчас, вы знаете, таких боев нет у нас. Тем более, это очень крупные соревнования, мужские соревнования, где ребята показывают свое технико-таксическое мастерство. В этом году, признают сами участники, соревнования вышли на новый уровень. Подготовка здесь практически как на международных турнирах. В организации всероссийских соревнований по боксу приняла участие компания «Резур». Участники и приглашенные гости отмечают высокий уровень организации и подготовки зала. А финальные соревнования начались с выступления музыкальной группы «ВАВИ». В этом году всероссийские соревнования на кубок командующего ВДВ в Рязани проходят в десятый раз. Это юбилейное событие для города. И для города это спортивный праздник. Поэтому мы решили поддержать это мероприятие. Готовились месяца два. Просматривали записи всероссийских турниров. Просматривали, как проводятся кубки, чемпионаты страны. Ну и брали опыт от этого. Тем более, будем говорить, такая компания, как «Резур» имеет свой большой ресурс. Вы видели выступления рок-группы, которая сейчас у нас выступала. Показали свой класс. Ну и сами посмотрите, сама организация, само освещение, зал, оформление – все это дело на высшем уровне. Если раньше в чемпионате принимали участие только военнослужащие ВДВ, то сейчас еще и гражданские боксеры. Турнир дает возможность выполнить норматив мастера спорта России и пройти отбор на чемпионат России, чтобы выступать в составе сборной команды ВДВ. Неоднократно сильнейшие спортсмены сегодняшних соревнований становились призерами и победителями чемпионата страны. И задача каждого бойца здесь – попасть в сборную и представлять родину на международных турнирах. Театр юного зрителя вновь распахнул свои двери. ТЮЗ был закрыт на реконструкцию еще в 2022 году. Масштабные работы позволили не только обновить театр, но и узнать много о прошлом исторического центра. Усиление фундаментов, реставрация фасадов с заменой оконных блоков, ремонт кровли, внутренняя отделка с обновлением дверей и полов, полное техническое переоснащение. Реконструкция ТЮЗа заняла больше года и включила в себя элементы реставрации. Напомним, театр юного зрителя закрыли на ремонт еще в 2022 году. И вот сейчас он снова распахнул свои двери для новых и преданных поклонников. Мы категорически довольны нашим театром, в том, в каком состоянии он сейчас, потому что старейшее театральное здание Рязани, и не только Рязани, а театр, который входит в десятку старейших каменных театральных зданий Российской Федерации, наконец-то стало выглядеть так, как оно должно выглядеть. Это лицо нашего города, и это прекрасно. Артисты счастливы, артистам все удобно. Мне, как режиссеру, тоже все удобно. Посмотрим дальше, как будет в работе, но то, что сейчас, как говорится, возможностей творческих, сейчас пули не пахануют. Особый акцент во время реконструкции сделали на сохранении акустики зала. Рязанский театр юного зрителя открыли в 1937 году, и изначально располагался он на пересечении улиц Свободы и Ленина. В годы Великой Отечественной войны ТЮЗ показывал спектакли в здании эвакуированного театра драмы. С тех пор театр так и остался жить по адресу Соборная, 16. В середине 50-х годов 20-го века ТЮЗ немного перестроили, но вот такой вот масштабной реконструкции за историю его существования еще не было, рассказывают сотрудники. У нас в театре раньше, 30 лет назад, работал круг. Потом 30 лет назад он по какой-то причине не работал. По какой-то причине мы знаем, это уже не стоит внимания. Главное, что он сейчас уже работает. Естественно, это большая радость. Для детского театра это очень важный поворотный круг, потому что мы для детей можем создавать особую реальность, опять же, свою театральную. Это обилие люков на поворотном круге, которые тоже дают возможность работать и из-под трюма, сцены. То есть, я еще раз говорю, творческих возможностей невероятное количество. Прокачали театр юного зрителя по национальному проекту «Культура». И в этом году в рамках этой программы в Рязанской области отремонтируют еще 10 объектов. Кристина Бочкарева, Михаил Лазуткин, телекомпания «Город». Это были все новости на данный момент. Еще больше информации вы можете увидеть на нашем сайте город62.tv, а также в группе в социальных сетях. Хорошего вам вечера и спокойных новостей. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова